Неподалеку от Дендропарка в пятницу вечером лоб в лоб столкнулись трамвай и минивэн. При этом незначительные травмы получил 57-летний автолюбитель. Правда, что шофер Тойоты Ипсом ранен не так серьезно, выяснилось позже. А пока к месту событий даже вызвали пожарные расчеты. Опасались, что загорятся технические жидкости, обильно вытекавшие из разбитого мотора. Услуги пожарных не понадобились. Улыбку этого вагона автолюбитель запомнит надолго. Этот гротеск – последнее, что он видел перед тем, как его ударила по лицу подушка безопасности. Трамвай ехал со стороны центра города. Это был последний рейс шестерки. В салоне было полтора десятка пассажиров. Во время аварийного торможения никто не пострадал. Скорость и у вагона, и у автомобиля была одинаковой – порядка 20 км в час. Гнать обоим было некуда. У вагона вожатого впереди крутой поворот перед остановкой 19-я школа, а водитель Ипсума собирался свернуть направо, на улицу Слобоскую. И при этом в упор не увидел едущий навстречу 20-тонный трамвай. Разница в массах привела к тому, что минивэн оказался отброшен далеко назад, к середине дороги. Автолюбитель с 35-летним стажем только недоуменно разводил руками. Каким-то фантастическим образом не заметил. Предположил, что у вагона не горели фары. Тогда бы это могло объяснить переход трамвая в разряд невидимок. Однако электроводитель уверял, что как раз это и фантастика. Вот пустая выйдет и посмотрит. Пассажиры были свидетели. Как я мог бы вообще без фар ездить? Я бы вообще никуда не поехал. Я бы остался. Это был неисправный вагон. Водителю Ипсума предстоят серьезные денежные траты. Ему придется заплатить за повреждение подвижного состава и выплатить транспортному предприятию компенсацию за трехчасовой простой вагон «Асмайла», выпущенного в Санкт-Петербурге в 2008 году. Кстати, этот трамвай с бортовым номером 104 попадает в ДТП не первый раз. В 2011 году Улыбака врезался в другой вагон, а на следующий год столкнулся с автофургоном. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Кошелева и Александр Савчук. Продолжение следует...